Алло. Здравствуйте, Евгений Андреевич. Нет, Евгений Андреевич, это не Евгений Андреевич, это дежурный по МИД. Здравствуйте, дежурный по МИД. Меня зовут Андрей Паук, а вас как зовут? Куптель Дмитрий Георгиевич. Дмитрий Георгиевич Коптель? Куптель. Куптель, извините. Дмитрий Георгиевич, очень стыдно за Беларусь, которая развалила мирное небо и угрожает странам НАТО, мигрантами. Как Министерство иностранных дел может прокомментировать эту ситуацию? В смысле, что прокомментировать? Ваше особо личное мнение? Особо личное? Ну что же вы так? Это каждое мнение такое сейчас. Почему Беларусь терроризирует Польшу мигрантами? Ну, лично я так не считаю. А как происходит на самом деле? Вы позвонили на прямую телефонную линию. У вас есть конкретный вопрос? У меня есть конкретный вопрос. За чей счет мы штурмуем польскую границу? Почему Министерство иностранных дел, которое призвано налаживать дипломатические отношения, налаживает какие-то агрессивные действия в сторону стран НАТО? Давайте так. У вас есть конкретный вопрос? Или его нет? Или вы позвонили просто пофилософствовать на общую тему? Дмитрий Георгиевич, вы считаете это философский вопрос? Вы видите проблему? Я слушаю вас. Дмитрий Георгиевич, вы же специалист, вы же дежурный. Вы же в МИДе работаете. Нам МИД зачем нужен? Чтобы закрывать глаза, ничего не видеть? Дмитрий Георгиевич, подожди. Дмитрий Георгиевич, со сколькими странами у нас есть дипломатические отношения? Скажите мне такое. Этот вопрос вы задаете регулярно. Давайте со странами Европейского Союза. Давайте. Какие у нас есть дипломатические отношения? Послушайте, вы позвонили сюда экзамен мне устраивать? Или вас интересует что-то конкретное? Я что-то запрещенное делаю? Давайте тогда заполним анкетку. Ой, не надо заполнять. И вы и так знаете, кто... В таком случае, до свидания. Это выходит за регламент прямой телефонной линии. Каждый позвонившийся должен заполнить анкету, дать свои личные данные, телефон, адрес, место жительства и так далее. И после этого продолжается дальнейшая беседа и обсуждение. Дмитрий Георгиевич, стыдно за МИД. Стыдно. За что мы вас кормим? Трудни вы? Бессовестный. Всего доброго. До свидания. Ну, хорошего дня. Пока.